Восемь историй о выручке на зимней дороге публикуют аргументы и факты на Алтае. Корреспонденты сделали подборку историю водителей, которые оказались в сложной ситуации. Например, на трассе Быстрянка-Красногорская для извлечения авто из сугроба полицейским пришлось привлекать тяжелую технику. У целой семьи прямо на трассе заглох автомобиль, в баке закончился бензин, а датчик топлива был неисправен. Автоинспекторы довезли семью до ближайшей заправки, где они смогли согреться. Ну а сотрудники Алейского ГИБДД помогли водителю, который вез жену в роддом. Будущую маму доставили с мигалками, а после инспекторы пришли в учреждение с цветами, чтобы поздравить счастливых родителей с рождением Кузьмы. Вино и пиво из тыквы презентовали алтайские ученые. Как пишет Толк Ньюс, разработки принадлежат Институту биотехнологии Алтайского технического университета. К привычным ингредиентам – солод и дрожжи – ученые добавили тыкву. Фермерский продукт выращен в Алтайском районе края, где растет виноград из Франш-Конте. Особые ферменты уменьшают содержание хмеля и делают напиток полезнее. Ну а еще в составе можжевеловые ягоды. Они убирают характерную горечь. Второй образец с пантокрином должен повышать уровень мужских гормонов – тестостерона. Местные производители уже заинтересовались новинками, но нужен патент. Современные 3D-кинозалы открылись в двух райцентрах края – селах Романово и Родина. Это стало возможным благодаря победе в конкурсе, проводимом Всероссийским фондом кино. Он выделил грант в 5 миллионов рублей каждому. Приобрели современные акустические системы, 3D-кинопроекторы, экраны и многое другое. Отметим, что переоборудование проходит при софинансировании со стороны администрации районов, которые закупили новые кресла и отремонтировали залы. Сбитого на трассе оленя отправят лечиться в Барнаул. Как пишет бийский рабочий, в воскресенье дальнобойщики одной из новосибирских компаний подобрали на дороге раненое животное. Оленя сбил автомобиль. Сотрудники предприятия пожалели его и поселили у себя на складе. К оленю сразу же вызвали ветеринара. Доктор осмотрел животное и заключил травму головы и стресс. Дикий зверь попал в непривычные условия. Решено перевести оленя в Барнаульский центр помощи диким животным. Там его обследуют, вылечат и подготовят к возвращению в дикую природу в заказник.